Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани меча». За прошедшую неделю состоялись матчи Лиги Европы, Лиги чемпионов, ну и, конечно же, наш родной, любимый российский чемпионат 20-й тур. Обо всем этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Воронином и Ильей Синчуров. Синчуров или Синчуров, как правильно? Синчуров. Синчуров, совершенно верно, тоже нас любят, да, Кришта или Кришита и так далее, и так далее, и так далее. Ну что ж, Лига Европы, наши российские клубы, с одной стороны, выступили неплохо, две команды дошли до 1-8 финала, набрали неплохое количество очков в общую копилку. Уже со следующего сезона нашу страну будут представлять три клуба в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы, но результаты конкретных матчей, наверное, не так были радостны, которые мы хотели бы и ожидали. Итак, давайте посмотрим, как закончились матчи Лиги Европы, 1-8 финала. Краснодар дома уступил Сельте со счетом 0-2, ну и наш уже ставший любимым и уважаемым клубом Ростов сыграл с Манчестер Юнайтед 1-0. Друзья мои, как можно отнестись к европейскому, скажем так, выступлению наших команд, ну и конкретно каждого клуба в отдельности? Кирилл. Я, да? Ну, если брать общий итог выступления, то мы набрали очков меньше, чем за последние лет 5, по-моему. 9 баллов у нас ровно с чем-то. То есть мы не добрали где-то так балик, мы не добрали. Балл полтора, да. Да, так вот мы не добрали. Ну, Спартак в этом плане, безусловно, подвел общую статистику, потому что уступили к кипрскому клубу, после чего последовали реорганизационные всякие мероприятия в клубе, именно отставка Оленчева. По остальным Ростов у нас лидер по наборным очкам, в последнем матче смотрелся весьма достойно, 1-0 с Манчестером, при шансах сравнять даже счет. Вот получили подарок от Мауриньо, кому еще Мауриньо заходил в раздевалку, дарил призы и подарки, вряд ли кому. По Краснодару, по Сталим Клубам, как-то так давно все закончилось. Я помню, что Спартак рано вылетел. Помню, ЦСКА с Зенитом, ну тоже, да, там далеко не прошли. У ЦСКА, как обычно, была сложная группа. По Зениту вообще не помню, с кем они играют, что они там делают. Ну вот напоминаешь и нам всем, и болельщикам о том, что действительно, ну, ЦСКА можно, наверное, списать на то, что была сложная группа, учитывая, что Монако, команда, которая досталась ЦСКА из четвертой корзины, вышла в одну четвертую финал, обыграв и Манчестер Сити, да, и с первого места вообще вышла. Да, 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 вышла из группы. Наверное, это о чем-то говорит. От Краснодара в последнем матче все-таки ожидал большего, но цель-то показала, в чем разница между испанским и российским чемпионатом. Она просто придушила Краснодар и не давала ни шанса, ни повода усомниться в своей окончательной победе. Краснодар к игре такой интенсивности, таких скоростей, таких прессингов был не готов. Не предложил. Да, и вылетел по делу, собственно. Это ему не со Спартаком играть-то. Это, конечно. 541-25-40 и 541-25-25, телефоны прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору и высказывайте свое мнение по поводу выступления наших команд в Лиге Европы. Сергей, Ростов заработал, ну, по крайней мере, я не знаю, насколько это официальная информация, но в интернете появилось, что Ростов заработал за эту еврокомпанию более 18 миллионов евро. Я думаю, что для любого клуба, который выступает, это очень и очень солидные, хорошие деньги. Деньги просто солидные, тем более, если учесть, что на многих игроков Ростова спрос в Европе даже. До того же Азмуна уже оценивают на трансфер-маркете на сайте 30 миллионов евро. И если сделка состоится, там кто-то купит, то Ростов может жить несколько даже сезонов, я думаю, неплохо. А еще и погасить долги. Да, и погасить долги, согласен. Да, по первому вопросу, по выступлению, конечно, немножко ностальгировал, потому что Динамо два года назад, я помню, тоже выступали, когда тоже набрали больше всех очков, 100% результат у них был в группе в Лиге Европы. И в 1-8 они также поиграли Наполе, итальянскому. Вот здесь Ростов. Но Наполе до полуфинала, если мне память не изменяет, дошел в том розыгрыше. Да, Наполе потом дошел до полуфинала, согласен. Здесь вот перед последним розыгрышем, перед 1-8, мы все говорили, что больше шансов, конечно, у Краснодара было, вроде как и по игре, и по счету. А на Ростов уже все как-то, ну, Манчестер, понятно, там играть будут на выезде. Но, как показала игра, Ростов мог совершить чудо, да? Кто видел матч, там на последние секунды мог забить мяч, да? И тогда бы там неизвестно, чем закончилось все это. Может быть, даже серии пенальти, а там уже как кому-то везет. Это правда. Интересно было. А Краснодар разочаровал, честно говоря. Разочаровал. Вот я прямо вот, ты прямо вот сразу мою первую фразу хотел сказать, да? Краснодар действительно разочаровал, но разочаровал именно вот в этой вот последней игре. Вот поэтому именно сельдь. Давай возьмем так, что сделаем скидочку на то, что у Краснодара, конечно, были проблемы и с игроками. У него было много травмированных. А вы знаете, я поймал себя на мысли, когда я смотрел матч Краснодара с сельдой. Я очень переживал. Смотрел, и это было где-то в подсознании. Эх, сейчас бы Калачева сюда. Эх, сейчас бы Гацкана сюда. Я потом вспоминал, что это все-таки Ростов. То есть, насколько игроки Ростова у меня уже вошли на срок. Там уже Арина, которая сейчас в локомотиве. Если бы вместо сейчас Смолова поставить, нападение такого игрока забивного, да? Потому что не хватало его там. Момент создавал Краснодар, но вот как-то не получалось с ним забить. Евгений, ЦСКА выступил, по-моему, в третий или четвертый раз подряд неудачно. Не вышел, никуда не вышел. И занял, хоть и был в первой корзине, но занял последнее место. И не вышел даже в Лигу Европы. Такая стабильность, на твой взгляд. Мы же говорили давно, что... Это не то, что валять. Да, 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 согласен. Нет, просто уже давным-давно, как только пошло строительство стадиона, средства у нас куда-то испарились. Наверное, на строительство стадиона, который мы с тобой посещали, ты видел, какой он прекрасный и красивый. Поэтому я думаю, что в этом сезоне вряд ли тоже мы будем какие-то большие предложения делать на трансферном рынке и хороших футболистов покупать. Я думаю, мы оставимся с тем багажом, который сейчас у нас есть. Будем докупать точечно, скажем так. Лига чемпионов. Скажем так, вот забегая вперед. Лига чемпионов, ведь поправят дела, если вы выйдете. Ну, конечно, поправят. Но согласись, Троу Рей не тот нападающий, который должен был играть в уровне ЦСКА в Лиге чемпионов. Ну, пять лет назад мы с тобой спорили, когда он играл в Кубани, почему его... Кубани, вот правильно ты сказал, играл в Кубани. А у нас он не играл в Кубани. Ты посмотри, как выходит сейчас Витиню, да, которую... Как он старается, как Белого этажа... Но Витиня два года провел... Ну, понятно дело. Ну, желанием. Я в том плане, что желание есть. В Кубани на весь селекция шла точечная. Да, ну, понимаешь, покупались игроки... Нет, покупались два-три игрока. Ну, точно, но два-три игрока. Правильно. Естественно, не весь состав брали, но брали хороших игроков. Даже пять не брали. А сейчас у нас последние... Кого мы последнего купили, знаешь? Нет. Витиню. Три года назад. Да. Остальные все в аренде. И вот про то и решили свободные агенты. Илья, Локомотив не выступает по итогам прошлого года. Да, он был, по-моему, седьмым, если мне память не изменяет. Сейчас есть у Локомотива, если не через чемпионат, учитывая, что сейчас на 10-м месте, хотя отрыв-то там 3-4 очка, это незначительное. Все поправило. Да, но зато есть возможность сразу попасть напрямую в группу. Да, в групповой турнир. А не через отборы, да. И Локомотив скоро играть и в полуфинале. Ну и для всех болельщиков Локомотива, я уверен, что хотят и получить трофей, именно кубковый трофей. На твой взгляд, сделает ли Локомотив на этот розыгрыш ставку? Он сделает, к сожалению, наверное, для болельщиков, он сделает ставку на Кубок России. Хотелось бы все-таки побороться именно в чемпионате, наверное. За что? За 4-5 место? Ну, хотя бы за... Задача Локомотива стоит о попадании в Лигу Европы. Ну, а ты тут через кубок и попадешь. Кубок такая вещь. Локомотив брал кубок год назад. Это да. Он не горит, я думаю, так, сверхидеей. Как спорт, который ничего не выиграл. Но все-таки это трофей. Это трофей. А 4-5 место... Вопрос в том, что кубок – это отдельно взятый матч. Настроиться всегда можно на отдельно взятый матч. Ну, пройти УФУ, думаю, проблем не составит. Финал там... Ну, вот тут я не соглашу. Я думаю, не составит проблем для Сёмина, для человека, который всегда умеет играть в кубки. Не составит труда Локомотиву пройти до финала Кубка России. Другой вопрос, что уровня команды мы вновь не увидим. Можно выиграть Кубок России, но что мы будем делать дальше? Потом. Если мы выиграем Кубок России, будем десятые в чемпионате, никто спасибо не скажет клубу. Ну, неправда. Я больше чем уверен, что болельщики Локомотива скажут огромное спасибо и Сёмину, и всей команде. Два матча, и вы в Лиге Европе в кубке выиграете. Мне кажется, неверно вопрос поставить. Делать ставку на Кубок России, а 10 туров в чемпионате не играть, что ли? Нет, играть, почему? Кубок России это два матча. Да, вот за счет этих клавантов ты выйдешь в Европу. Можно совмещать. Спартак часто совмещает в Европу с чемпионатом? Нет, Олег, ну что, жертвовать игрой чемпионата, чтобы не такой насыщенный график. Ну, он, наверное, заявлял, когда только Кубок весь путь предстоял. Коёж Кубка. Осталось два матча. Нет нужды жертвовать чемпионатом ради Кубка. Нет такой интенсивной график у Локомотива, чтобы забивать чемпионат и стремиться к Кубку. Всё можно совместить. Разве не так? Просто с чем мы пойдём дальше в Лигу Европы, если мы сыграем только два матча? Вы будете играть в Лиге Европы осенью, а летом с чем мы пойдём дальше? Нет, у Локомотива, между прочим, большие проблемы с финансовым фэйрплей. Локомотив тоже не может подписывать игроков как таковых. Поэтому надо работать с тем, что есть сейчас. Если мы сейчас за 10 туров на это не играем, можно плюнуть, конечно, на чемпионаты, выиграть Кубок России в будущем. Зачем плевать, я не могу понять. Просто в эти два матча нужно победить кровь бизнеса. Я лично не вижу проблем в том, чтобы дойти до финала. Для данного Локомотива я не вижу проблем, чтобы дойти до финала Кубка России. То есть Уфа не претендент. Хорошая команда, но я считаю, что... Рубин с Уралом, по-моему, с ними поединение. Нет, кубковые команды-то остались, действительно кубковые. Потому что тот же Рубин возьми и Урал, они такие бойцы. Бойцы-бойцы. И тренеры-то какие? И там Тарханов. Я насчет Уфы не разделяет твоего оптимизма. Мы сейчас с Уфой сыграем в чемпионате и будем играть. Потом сразу же получается после чемпионата и в Кубке России. Тем более, два раза играть это тяжело. Это будет два разных матча, Уфа будет биться больше, я думаю, все-таки... Нет, именно в чемпионате. Уфу у нас будут проблемы в чемпионате большие. Что значит, и какой? Это у нас в полуфиналы? Полуфиналы будут, да? Ну, по крайней мере, звание мастеров спорта, они точно... Все заработали, по крайней мере, да, российские спортсмены точно. Давайте подведем небольшой итог. Наши команды, с одной стороны, вроде бы неплохо выступили, да? Но, к сожалению, как это, может быть, часто бывает, терпят фиаско команды, которых мы ожидаем несколько больше. Это и ЦСКА, это и Зенит, это и Спартак. Конечно, мы все ждали, что ЦСКА хотя бы в Лигу Европы пройдет, что Зенит хотя бы дойдет до полуфинала, и такая задача перед ними стояла. Ну и Спартак, конечно, огорчил своих болельщиков, что уже в первом же раунде вылетел от кипровской команды, хотя она потом еще немножко все-таки пошумела в Европе после того, как прошла Спартак. Ну и, как говорится, да, три клуба в Лиге Чемпионов, три в Лиге Европы никто не отменял, и это дополнительная и ответственность, и дополнительная... Мы понимаем, да, это не следующий розыгрыш, это через сезон. Это сезон, получается, у нас 18-19, совершенно верно. Ну что ж, друзья мои, мы переходим к чемпионату России, 20-й тур, было много интересного футбола, Хотя этот тур и стал одним из самых менее забиваемых. Всего лишь 8 мячей на 16 команд пришлось. И если бы не Зенит, то вообще у нас получилось бы, что больше одного мяча ни одна команда не забила. Ну и постарался Спартак, которая единственная команда, которая сыграла в ничью, при этом забив мяч. Да, результаты, может быть, не самые великие, но футбол, который мы увидели, лично мне понравился. Давайте посмотрим итоги, итоги 20-го тура. Итак, Анжи Оренбург, Анжи выигрывает у себя на поле 1-0, давно они этого не делали. Томь Амкар, вот это вот, наверное, самый неожиданный результат. Амкар перед этим побеждает Зенит, а потом проигрывает Томи. Ох, у многих экспрессы полетели. Да, Урал, Рубин 1-0, Рубин не справился, уж не знаю, с чем, с волнением, либо еще. Локомотив Спартак, центральный матч Тура 1-1, бились, что называется, от ножа. Крылья Советов Ростов, Ростов, уставший после Манчестера, ну, наверное, все-таки подарил крыльям одно очко. Терек ЦСКА, ЦСКА показал неплохую игру и, в общем-то, с минимальным счетом и, может быть, даже затратами взял 3 очка. Краснодар Уфа, ну, и Краснодар, в общем-то, случилось то же самое. Наверное, после игры с Сельты немножко не хватило эмоций, настроя, а может быть и сил. Ну, и Зенит-Арсенал 2-0, тоже матч, да, был достаточно скандальный с участием Зенита. Итак, переходим к центральному матчу Тура. Локомотив Спартак 1-1, все болельщики присоединяемся к нашему разговору и высказываем свое мнение. Кирилл, Локомотив Спартак до этого тура опережал своих конкурентов на 8 очков, после ничьи опережает на 6, казалось бы, лидеры приблизились. Но если мы возьмем старт весенней части чемпионата, то перед ним было 5 очков лидерства Спартака. То есть, получается, на 1 очко, хотя и Спартак потерял очки, получается, Спартак все-таки на 1 очко, но оторвался от преследователя. От какого? От Зенита? От Зенита, конечно. Но сократил ЦСКА. Ну, знаешь, и Томин нас тоже догновато немножко. Ну, в общем-то, да. Что ЦСКА, Тойна, нафиг. Да. Что тебя в этом матче порадовало? Вот как от футбола. А ты знаешь, что не порадовало, кстати, Олег. Я не могу сказать, что мне понравился матч, но я за Спартаком в понятной степени смотрел. Мне не очень. Был качественный матч Спартак-Краснодар. Спартак-Анжи и Спартак-Локомотив мне игра Спартака не понравилась. То ли защитники не могут приспособиться, то ли они необучаемые, хотя молодые вроде должны еще как-то понимать тренера и переучиваться. Гол, который пропустили от Локомотива, он полностью из-за того, что была перестроена схема, и, видимо, каким-то образом защитники не понимают, что от них требует тренер. Потому что гол забит был после грубейшей ошибки центрального защитника Кутепа, ну и второго, который не подстраховал. И в целом Спартаку очень натужно удается переход от обороны в атаку. То есть Каррера просто показывает его на бровки, и после матча он просто беснуется из-за того, что началось много горизонтальных передач. Нет Глушакова? Нет Глушакова. Нет этой связи, образуется провал между линиями. Хотя Фернандес в этот раз сыграл гораздо лучше, чем в матче с Анжей. Но он один эту зону закрыть не может. У него не получается отрабатывать и в обороне, и в нападении. Глушакова просто катастрофически не хватает. Большая надежда на то, что он выйдет и как-то свяжет воедино эти две линии команды. А на Нидзе был поставлен под нападающими. Позиция спорная. Необходимо играть очень много спиной к воротам. Должен быть такой фактурный, достаточно человек. Либо решение очень быстро принимать каким-то образом. Его накрывали, и было чрезвычайно тяжело. Но, тем не менее, не сложно судить, в какой сейчас форме находится Локомотив. Что он из себя представляет. Ну, явно команда не последняя. Но, тем не менее, было видно, что команда вышла побеждать. И Спартак ее все-таки, даже при этой своей игре, спартак ее все-таки пережал. Спартак заставил Локомотив обороняться. И, на мой взгляд, был все-таки ближе к победе. К сожалению, не сдали пенальти на ЗВЛ, которую там руками схватили штрафной. И победа Спартака была вполне возможна. Но, опять-таки, говорю, очень ждем возвращения Дениса Глушакова. Надеюсь, тревожные вести из станосборной поступают, что вроде как Черчесов хочет ставить. Хотя человек травмирован, Дзюба сбежал. Молодец. Добить надо его. И зачем, спрашивается, на товарищеский матч выставлять, надеюсь, благоразумие восторжествует и недалеченому человеку не будет вставить. А вот скажи, вот ты говоришь, вишенку на тортик брошу. Бросай. Добавлю, порадовало то, Кирилл пропустил этот момент, что на «Локомотиве» был аншлаг. В Куеве давно не было, согласится мне со мной коллега. Там давно не набивался стадион полный, не знаю, лет пять, может, и десять уже там, как вот, комментаторы вели, когда сказали, что давно не было, чтобы полный стадион. Но если ты говоришь, что «Спартак» вообще обеспечивает треть от явки. От явки всего чемпионата. Не дойдем, я расскажу и про ФНР у нас был. И это обязательно. Скажи, пожалуйста, защитники «Спартака», Макеев, потом… Кудепов. Нет, 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 вот кто сейчас не играет, не играет. Паршевлюк и Макеев. Да, вот Макеев продали. Они продали. Да, 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 да. Я просто, значит, упустил этот момент. Макеев, он «Спартак-2» играл. Он играл в «Спартак-2». Он играл в «Спартак». А нет, он в системе команды. Он играл в «Спартак-2». Я понимаю, что он играл. Все, он уже больше не ведется в первую команду. Это отработанный материал. Я знаю, но тренер его не видит. Он делает ставку на Кудепова, на «Таски». Кто он там еще? Ну, Камбаров, да. Хорошо, ты говоришь, что грубейшая ошибка Кудепова. А в чем была ошибка Кудепова? Надо играть по игроку. Нет, ну он просто реально не дотянулся. Несколько сантиметров не хватило. Там, не знаю, роста, прыжка. Я просто не согласен, что там была катастрофическая ошибка Кудепова. Вот и я не согласен. С чего все началось? С того, что «Локомотив» шикарно, наконец-то, смог отпрессинговать Камбарова, отобрать мяч в центре поля. Но это контратака обычная. Ошибиться мог кто угодно. Я считаю, что это в первую очередь была, наверное, все-таки заслуга «Локомотива», потому что они сумели отобрать мяч и вчетвером полететь в контратаку. 4-4. Я не вижу. Хоть говорят, что Кудепова ошибка. Но ошибки не было. Нет, Олег, надо играть в корпус. Надо играть плечом, плечом, надо смотреть не на мяч, надо смотреть в корпус. А если ты очень хороший защитник, то и туда, и сюда надо пивать, смотреть. Просто выпрыгивать рядом с Арией. Он выше него на голову. Естественно. Но просто подача пошла, человек реально просто не рассчитал свой рост. Кудепов достаточно высокий. Он просто вот реально, ну вот столько он не допрыгнул, да, и Арии позволил. Он даже не видел, что за ним Ари стоит. Такое ощущение, он просто даже не видел, что там за ним стоит. Должен был подсказать вратарь тогда ему. Должен был подсказать Ещенко, который был сзади. Который должен был в принципе брать этого игрока под опеку. Ну, Ещенко с комбаром еще тем, что они держат зоны. При подаче Ещенко находился прямо за Ари. При подаче мяча находился Ещенко прямо за Ари. Ну, до него мяч не долетел. Почему он с ним не сыграл, не понимаю. Ему пришлось бы в спину играть. Да. Кудепов был более реальный. Просто проблема в том, что я просто смотрел недавно разбор Бубнова в том, что при подаче с фланга у Спартака два человека стояло на ближней штанге. Кого они там охраняли? Там был Фернандо, по-моему. Вот они держат зоны. То, о чем я говорю. Хотя надо держать игроков. Ну, или каким-то образом. Но по игроку играть, согласись, это очень большая физическая затрата. Это персональная пека. Тем более в контратаке лажил. Нет, мы уже не по всему полю играли. Ну, это надежнее. Понимаешь, если у тебя оборона... Ребят, идет речь в том, что это была непозиционная атака, где можно играть по игроку. А это была контратака. А это сложнее немножко. Это был нестандарт. Да, согласен. Да, это было сложнее немножко сыграть. Поэтому здесь... Винить защитника я... На вес был все-таки хороший. Вообще, хороший матч провел этот человек. Игнатьев. Да. А я просто не помню, кто с ним боролся. Именно вот на бровке. Он там обыграл, по-моему. Да, я тоже могу сказать. Он обыграл. Вообще нельзя давать. Игнатьев очень хороший матч провел. На мой взгляд, был лучшим в «Локомотиве». Ну, что ж, у нас есть телефонный звонок. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Да, здравствуйте. А если можно, перезвоните. Немножко проблемы со связью. Так бывает. Мы чуть дальше от Москвы. А там кто его знает, есть ли жизнь за МКАДом. Переходим немножко, да, о «Локомотиве». Не первый матч, да, Сергей? Мы обсуждали. «Локомотив» начинает просто как суперкоманда. Не знаю, это «Бавария», это «Манчестер» и так далее. Да, именно так. ЦСКА, о, да. Ну, первые две минуты, ладно. А потом? Мы все боялись о том, что «Локомотив», ну, такой, условно скажем, подсдуется, да, и не сможет выдержать уже натиска «Спартака». Но выдержал. Итак, «Локомотив» потерял, учитывая, что ввели все-таки, да, 1-0. «Локомотив» потерял два очка. Результат, который не устроил ни тех, ни других. В общем-то, да? Да. Ну, Семин-то согласился, Семин сказал, что… Нет, одно дело, когда как и потекает игра и после игры, а другое дело, что вот по ходу игры и тех и тех не устроил. Ну, по ходу, да. Просто и, на самом деле, «Локомотив» мог два забивать, и «Спартак» мог два забивать, и те, и те. А если бы «Спартак» забил на какой-то там 88-й минуте, да, когда «Самедов»-то не смог… А если бы «Кобы», да. На 86-й бил Миранчук, там у «Спартака» тоже, наверное, сердечек хваталось. Нет, я просто думаю, что вот именно «Локомотив»… Надо дать, во-первых, должность «Спартаку», что они действительно начали мощно второй тайм. Я был удивлен. «Локомотив», по-моему, первая команда, наверное, которая действительно заставила «Спартак» идти вперед и отыгрываться. Я просто не припомню, чтобы «Спартак» давно отыгрывался со счета 1-0. Мне как раз показалось, что когда «Локомотив» получил преимущество, да, вот уже в середине второго тайма, он стал немножко бояться этого результата. Тебе не показалось, так же, как и мне, не показалось, что у нас есть звонок от нашего телезрителя. Добрый вечер. Я даже знаю, как его зовут. Я тоже догадал. Алло, вечер добрый. Привет, Эльдар. Вас снова рад приветствовать. По поводу матча «Локомотив» «Спартак» тоже хочется 5 копеек ставить, если позволите. Давай 10. Давай, с удовольствием. Значит, ребят, что хочешь сказать по матчу, начиная с тени части. То, что сейчас ждете от «Спартака», я думаю, потихонечку и надеюсь, что это потихонечку уйдет на спад. Почему? Потому что все это идет, знаете, как вот с «Краснодара» начали с места в карьер. И так оно и пошло. Видимо, наверное, скорее всего, обстоятельства действовали, чтобы «Спартак» играл именно так, полностью выкладываясь. Что касается неповторительственного матча «Локомотив» «Спартак», да, вот защитник Кутеппу. Да, ну давайте вспомним, кто такой Арий. Как он играл в том же «Спартаке», в том же «Краснодаре», теперь «Локомотив». Да, не последний. Очень неплохой «Легионер», который забивал во всех пересисленных моих командах. И я не знаю, почему «Спартак» от него отказался. Я думаю, сейчас он очень бы пригодился бы, на самом деле, вот этому «Спартаку», под того же «Андриану» и под вот это то, что они сейчас бегают. Вот, и поэтому, повторюсь еще раз, то, что потихонечку, потихонечку пойдет спад. И надеюсь, что чемпионцы в этом году «Спартаку» не видать. Вот они, болельщики. Я даже догадываюсь, к кому видать. Позвольте продолжить. Я единственный плюс. Да, Эддер, согласен с тобой. Да, единственный плюс я хочу сказать, да, то, что вот сейчас, вот эта пауза, да, она может как-то сыграть в положительную сторону в пользу «Спартака». Вот эта передышка. К сожалению, вот, я не знаю, на самом деле пусть берут в спорную всех «Спартаковцев». Я только за. Чтобы «Спартаковские» болельщики успокоились в конце концов, что вот у нас не приглашают «Спартаковцев», там защита армейская, там древняя, все. Ребята, там джеки, по-моему, Кутепов, берите кого угодно. Можете даже ребро того же взять, только оставьте в покое, скажем так, армейский клуб. А дальше будем посмотреть, что называется, потому что у нас принципиальные игры. И на нашем стадионе, и я думаю, что, повторюсь, опять же, надеюсь, «Спартаку» не видать чемпионство еще лет 15. Вот, вот это вот, да. Злой какой-то ты. Очень злой у нас болельщик позвонил. Яр, болельщик ЦСКА. Кирилл, скажи, пожалуйста, вот то, что сказал наш телезритель. Я не раз слышал, о чем он говорил? Он говорил о том, что «Спартак» играет достаточно неплохо. Нет, физически затратный футбол, да, это и накрывает, это и быстрое передвижение игроков и так далее. Хватит ли сил, действительно, вот именно об этом говорит, что… Я знаю, должно хватать. Вопросов стоять не должно. Команда говорит, один матч в неделю. Ну, как не хватит сил? Ну, что за ерунда? Тренер, русский, карьера, итальянец. Я объясню, почему мы с Евгением на каждой передаче, я говорю о том, что я засыпаю на 38-й минуте от игры ЦСКА. Они играют в абсолютно энергонезатратный футбол. На мой взгляд, ЦСКА. Рациональный, может быть. Рациональный, назовем бы это так. «Спартак» же играет совершенно другой футбол, да, и «Краснодар» играет совершенно в другой футбол. И порой сил реально не хватает. «Краснодар» понятно, почему. «Спартак» обязан хватать сил. Никаких отмазок, никаких оправданий болельщики не поймут, что не хватило сил. Если они замахнулись. И не хватило сил, и уж тем более не настроились. Таких оправданий нет. Если тебя честно переиграли, да, болельщик поймет, но ты выложишь. Когда такой шанс взять чемпионство за много лет, не хватать сил на один матч в неделю, ребята, завязывайте с футболом. Спасибо. Еще немножко о «Локомотиве». Тот состав, да, мы говорим, «Игнатьев», сейчас вот «Тарасов» наконец-то, да, вышел. Сколько он не играл «Тарасов»? Полгода, наверное, или поменьше? Вообще не наконец-то. А, ну да, в этом сезоне получается один матч сыграл. Вот я про что и говорю, что, да, вышел воротчик неплохой, надо дать должен Гильермо со своей задачей, как вратарь, он справляется. Ну вот от Фернандеса, это как-то удар он не уверен, отбил. Был штрафной. Гильермо, бывают такие моменты, почему? Я всегда говорил, что сейчас нужно «Локомотиву»? Прежде всего, усилить состав, усилить тренерскую скамейку, усилить вливание или, не знаю, бесплатный проход сделать болельщикам на стадионе. Или молоко выдавать. Хорошая идея. Да нет, на самом деле, вот касательно, вот если вернуться к «Спартаку», у «Спартака» сейчас самая длинная скамейка, мне кажется, и самая рациональная в чемпионате. Но они купили их, игроков зимой хороших. Этой скамейке никто не может позавидовать. Ведь задача «Локомотива», наверное, гнуть линию, которую сейчас они выбрали. Перестроились на схему в три центральных. И получается, они, играя в меньшее количество игроков по скамейке, все равно могут играть в атакующий футбол. Наконец-то мы это увидели, что «Локомотив» атакует. Я ждал этого, наверное, лет 8, что «Локомотив» начал играть первым номером. Начал действительно неплохо. Юрий Павлович вонулся к вам. Хотя при съеме никогда, кстати, «Локомотив» не играл в атакующий футбол, сколько я помню. Не, ну, при Ласкове-то они там что-то забивали. Вот, просто вот нехватка ресурсов, она сыграет с нами злую шутку, но это будет в будущем. «Локомотив», как и «ЦСК», еще год никого не будет подписывать, я более чем уверен, в плане трансферов и покупок. Ну, Герус заявляет, что будут приобретения. Почему же? Просто свободный, опять же, свободный агент и аренда. Вот сейчас заявляет того же Арина, 32 года человеку, и аренда всего на полгода. Дальше куда без него? Если он будет сейчас забивать, мы на нем вылезем, дальше без него никуда. Тот же Денисов, тоже классный футболист, но он тоже уже возрастной игрок. Игроки-то все возрастные, в этом проблема. «Тарасов» не молодой. «Тарасову» — 30, «Черлука» — 32, «Печинович» — 29, по-моему. «Верквелия» — тот же в аренде, хоть и молодой, опять уйдет. «Фарфан» — 32, «Майкон» — 29. Все игроки возрастные. Мы могли бы помочь вам с удовольствием, потому что у нас очень длинная скамейка, и возрастные игроки, и всякие разные, с большими зарплатами. Сергей все никак не может погребника. Мы доплатим, Олег, доплатим, честно скажу. Если ответить конкретно на вопрос, что поможет «Локомотиву», я говорю, чудо. Юрий Павлович Семин. А тренера очень много. Давайте таблицу посмотрим потом, и посмотрите, какие тренеры у нас там. В принципе, команды играют. Последние пять лет футбол — это тот вид спорта, в котором тренер уже ничего, по-моему, не решает. Все зависит от желания игроков. Тренеры не хотят, а не богу, не скажу. Желание, пришел карьера. Изменилось что-то в «Спартаке»? Давай вспомним прошлый год, когда не было. Серег, сейчас обсудим. Есть желание, давайте пообщаться с телезрителем. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Юрий Сергеевич, мы вас потеряли. Юрий Сергеевич, я вам два дня звоню, дозвониться не могу. Вы не екали, мы тут все передачи вас вспоминали. Я хочу вот что сказать. Мне кажется, что «Локомотиву» ничего не нужно, кроме взаимопонимания. Вы вспомните, когда не попал в ворота Миранчук, в районе 11-метровой, шратной. Два игрока стояли совершенно свободные, никем не охраняемые. Отдай нормальный пас. Я думаю, там результат мог быть другим. Но это касается многих команд, в том числе, конечно, на мой взгляд, и «Локомотив». Тренеры у них нормальные, игроки у них нормальные. А вот это вот неточность, плохое видение поля. Надо прямо говорить. Он же уткнулся в мяч, и все, удар у него должен быть поворотом. Больше ничего. Он не видит поля, не видит, что два человека стоят совершенно свободные. Молодой еще, еще научится. Может, про ЦСКА сразу пока дозвонил. Молодые тоже разные бывают, Олег. И такие моменты бывают нечасто, к сожалению. Ну, на ваш взгляд, я задавал этот вопрос Илье. Все-таки «Локомотив» потерял или «Спартак» приобрел? Что он приобрел? Ну, ты знаешь, мне кажется, и «Локомотив» потерял, и «Спартак» все-таки приобрел. «Спартак» нормально играет. Мне нравится игрока «Спартака» на данном этапе. Если они так будут играть, они будут чемпионами. Но если они сумеют растерять, ну, тогда это будет их игра такая, к сожалению. Спасибо, спасибо большое. Еще пообщаемся. Мы сейчас будем переходить к ЦСКА. Я в прошлой программе, сейчас вот Юрий Сергеевич говорит, что если «Спартак» будет так играть, станут чемпионами. Будет «Спартак» так же играть? Значит, ты его спрашиваешь. Ты игроков спрашиваешь. Молкова спросить, у тебя? У меня можешь спросить. С Оренбургом, надеюсь. Потом начинаются очные матчи, которые очень много решат. Да, я соглашусь. Очень много решат очные матчи. И такой момент, раз уж мы… По чемпионству, если ты говоришь, то мне ЦСКА понравился больше, чем «Зенит». Отрыв сейчас у них одинаковый. Я думаю, сейчас для «Спартака» опаснее именно армейский клуб. Смотрите, такая история. В этом сезоне «Спартак» за 20 матчей не пробил ни одного пенальти. Да, печально. Есть еще одна команда. Это «Ростов». Это «Ростов», который так же и не пробили ни одного пенальти за этот чемпионат. Хотя, в общем-то, да, и та, и другая команда, но вокруг «Спартака» почему-то сейчас начинают развиваться вот такие «как это может быть» и так далее. На твой взгляд, были ли моменты, когда действительно «Спартак» терял очки из-за того, что не назначали пенальти? Вот я лично честно вот так вспоминая, не могу вспомнить, чтобы «Спартак» потерял очки именно из-за того, что не назначали судьи очевидные пенальти. Самый свежий пример в последнем туре. Моменты практически идентичные. Когда «Зениту» дали пенальти в ворота «Арсенала», задержка «Дзюба» руками. Абсолютно идентичный случай в матче с «Лукомотивом», когда завоял, что там даже еще крепче повалили. Вот так вот, за спину дерни, он упал. «Спартаку» не дали пенальти. Вот, ну, судить надо одинаково, какой-то единый стандарт должен быть. А мне кажется, что вы меня там не давайте, либо там вы там давайте. Судейское правило не дал в одну сторону, не дал в другую. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя, давайте пообщаемся. Может быть, он откроет нам завесу тайны, почему так. Добрый вечер. Да-да, слушаем вас. Алло. Добрый день. Добрый. Точнее, вечер уже. Здравствуйте. Я вот в преддверии обсуждения по поводу ЦСКА, Евгению привет. Хотел бы поинтересоваться, ему нравится сейчас игра в исполнении ЦСКА? Спасибо большое. Он сейчас обязательно ответит. Конечно, я не могу желать, чтобы «Спартаку» дали наконец-то уже заслуженные пенальти. Хотя сегодня в интернете уже были такие, что обязательно дадут с Арсеналом, когда матч в последнем туре ничего значения не будет. В Испании такая же ситуация. Там Барселона 26 туров сыграла, и в ее ворота, правда, ни разу не назначили пенальти. Ни разу. «Спартаку»-то били пять раз. Пять раз «Спартаку» били. А скажите, чьей команде дали больше всего пенальти. Кто ответил? Семь кому-то дали, не помню. «Локомотив». «Зенит». Ну, понятно. Бить или в его ворота? Бить, 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 конечно, бить. Конечно, бить. Переходим. «На нырл» называется. Мне, я не скажу, что мне игра не понравилась. «Спартак-локомотив». «Локомотив-Спартак» она была достаточно драматична, она была интересна, с моментами. Да, и я увидел, что каждая из команд хотела победить. Не было игры на ничью, как это, например, было в матче первого тура, весеннего, да, «ЦСКА-Зенит». Там обе команды почему-то играли на ничью. Тут обе команды хотели победить, но, как говорится, не удалось. «Локомотив», согласишься, там нет, по-моему, вообще такой один из лучших матчей провел за долгое время. Но, мне кажется, в чемпионате точно «Локомотив» была такая одна из самых ярких. Ну, и первые таймы с Краснодаром они тоже. Да нет, это по качеству как раз-таки не самая лучшая игра «Локомотива», если в общем целом так и брать. Ну, из Тура, я соглашусь, с Олегом из Тура этот матч действительно выделить, что по смотрибельности он был один из самых лучших, я считаю. Потому что даже тот же, где больше всех забил «Зенит», там, ну, мы еще вернемся. Хорошо, переходим к матчу «Терек-ЦСКА-0-1». С таким результатом закончился этот матч. Жень, «Терек» команда в последнее время, ну, если мне вот так вот вспомню свою любимую статистику, практически никогда не отбирает очки у «ЦСКА». Просто удобный соперник. Удобный соперник, совершенно верно. Удобный соперник. И вот скажи мне, пожалуйста, «Терек» обыграли на первом же матче официальном, с учетом 3-0 на открытии на стадионах «ЦСКА». Да, сейчас 0-1. Что у нас «ЦСКА»? Вот Кирилл сказал о том, что он больше, болельщики «ЦСКА» опасаются именно армейский клуб. Ну, ты знаешь, мне с каждым разом то, что я вижу в «ЦСКА». Нет, армейский клуб, спартаковский болельщик. Спартаковский болельщик, да? Боже. Ну, тоже опасаются. Ну, в общем-то, да. Опасаются, что разойдется. Жень, разойдет колеса. Радости. Не, ну, если мы выиграем чемпионат, представляешь, какая у нас будет радость? Опасаемся, что печень посадим или еще что-то в этом роде. На самом деле, вот от матча к матчу прослеживается то, что хочет довести тренер Гончаренко до игроков. Это вот прослеживается от матча к матчу. И поэтому, когда мы забивали Тереку, посмотрите, сколько игроков было в зоне нападения. Такого не было. Три. Три. Это в центральной зоне нападения. В центральной зоне, да, то есть мы могли два человека спокойно просто занесить, один из них занес мяч, да? Хотя второй мог спокойно по страховке добивать, еще проще мяч забивать. То есть вот эта вот игра в три центральных защитника с двумя, скажем так, атакующими, наверное, венгерами. Да, венгерами называют. Вот. Нам стало поинтересно смотреться. Да, не хватает какой-то, может быть, интересной какие-то комбинации. Но то, что вот видно, как вот хочется идти в атаку армейских. Прогрессирует. Прогрессирует, да. Я согласен. И действительно, СССР смотрится интереснее, чем «Зенит». По наличию звездных игроков «Зенит»-то больше, вроде как, должен блистать. А здесь СССР действительно интереснее смотреть. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. И, к сожалению, не так много времени остается. Добрый вечер. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Такой вопрос к вам. Как вы считаете, какие шансы СССР в этом году на чемпионство? Сто процентные. Спасибо, Олег. Привет вам с поселка Володарского. От удвоенного клуба «Носороги». Ну, «Носороги» всегда были чемпионами, надеюсь. «Носороги» всегда будут первыми. Это правда. Если все матчи ЦСКА выиграет, я думаю, что… Остальные, если «Спартак» проиграет, почему бы и нет. Сто процентов. Нет, даже если «Спартак» одну игру проиграет, если ЦСКА выиграет все. Потому что у них своя еще встреча, да. Я бы, кстати, хотел отметить, почему именно «Заслуга» Гончаренко, в чем и вообще правильный ход в футбольном клубе ЦСКА. Гончаренко до этого был какое-то время в структуре клуба, ему пришлось все проблемы. Поэтому сейчас ему гораздо проще работать. Илья, карьера была в структуре клуба. Конечно. Он пришел не с улицы. И поэтому… Сейчас я бы говорила, что идет о ЦСКА, поэтому ему проще работать. Слушай, Женя, вот когда у ЦСКА матч с серьезным соперником? В кем это играли? С Кеснодаром. С Кеснодаром. С Кеснодаром. Следующий. Вот такой матч интересный. У меня тут посмотреть. Мне понравилось, как ЦСКА играла с Тереком, они его предушили. Ну или Терек импотентный такой. Они не могут забить в весенней части. Боже мой, какие слова ты говоришь. Как со сцены. Терек забивает только «Спартаку» в последнее время. Что здесь такого? Давайте примем телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Еще раз здравствуйте. Снова Ильдар Биф. У нас 30 секунд. По полу ЦСКА хочу сказать. Соглашусь с Евгением, потому что да, прибавляют. Хорошо. Но опять же, кстати, как они как-то с проем обороняются, так и с пятером. Очень часто сейчас называют ЦСКА играет пять защитников. Но единственное дополнить – нет хорошего забивного нападающего. Такого, как Дубия в лучшее время. Потому что Чалов не хватает. Ионов, я не знаю, лучше, по-моему, Динамо остался. И забивал большего мячей, чем он косячит, честное слово. Спасибо. Потому что его фамилия часто производится, это да. Но, по сути, в принципе, тенденция хорошая. Но нужно подальше. Три очка вам принес. Спасибо. Да, он принес шесть очков, потому что… Шесть очков. А, нет, тогда Витинью принес. Все-таки он первый мяч забил. Давайте переходим к турнирной таблице. Как говорится, освежим в памяти то, о чем мы 40 минут уже говорили, 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 говорили. Итак, «Спартак» на первом месте после двадцати туров. Одна треть осталась и две трети, соответственно, уже сыграли. «СССР» и «Зенит», я думаю, что это единственные претенденты на то, чтобы остановить «Спартак» от чемпионства. «Краснодар», «Уфа», «Умкар», «Ростов», «Терри» – команды, которые, ну, навряд ли, мне так кажется, по крайней мере, «Уфа» точно, да, и все, кто ниже, окажут сопротивление. Ну и Томи, Томи порадовал своих болельщиков, да, победив, и, в общем-то, ничего в нижней части турнирной таблицы здесь не меняется. Но помнишь, был на пресс-конференции Петракова? Да. Он сказал, мы от матча к матчу прибавляем. Мы проиграли 0-6, мы проиграли 0-4, и в следующий матч они 1-0. Если у них такой шаг будет, то у них потом 6-0 должны выиграть. Они завохнутся нашего Шекспира. Кризисный тренер, он всегда вытаскивал команды. Друзья мои, наш чемпионат ушел на небольшую паузу в связи с играми сборной команды. Давайте напомним и себе, и нашим телезрителям, о расписании матчей сборной команды России. Итак, 24 марта мы играем Скотт Девуаром, вот буквально уже через несколько дней. Играем мы в Краснодаре, если мне память не изменяет. И 28 марта Россия-Бельгия, уже будем играть в Сочи. Чего ждем от сборной или просто игра, как всегда, посмотреть команды? Посмотрите футболистов. Игра, как всегда, посмотреть игроков. Все команды уходят на перерыв. Все. Я понял. И давайте все-таки еще успеем одну табличку посмотреть. Это какие нас ждут игры в двадцать первом туре и какие команды между собой встретятся. Есть ли здесь матч тура? Кто-нибудь мне скажет? В Ростов-Краснодар интересный матч. Уфа-Локомотив? Очень странный календарь составили. Спартак почему-то заставили играть в понедельник в 19.30. Я на матч собрал, скажу, билет не купил. В 19.30 понедельник. Это два матча в 19.30. Необъяснимые какие-то решения. И Рубин будет играть с «Зенитом», тоже самое. Странно. Будем надеяться. Будем надеяться на то, что Спартак пойдет поступью, как говорится, уверенной. Время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что все это время были вместе с нами. Смотрим сборный. Ну а в следующий понедельник встречаемся на телеканале БИДР ТВ в программе «Все грани меча». Болеем за своих. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова